Я верю, что робототехника действительно наука будущего. Сегодня каждая уважающаяся компания либо ведет разработку собственных робототехнических проектов, либо старается внедрить сторонние разработки. Хотя это утверждение больше относится к зарубежным компаниям. В России тоже постепенно просыпается интерес к роботам и искусному интеллекту. И сегодня мы в этом убедимся. Но сначала самые совершенные, самые современные, самые крутые роботы в мире на сегодняшний день. Пятое место в нашем обзоре мы отдали роботу Asima. Это гуманоидный робот компании Honda, который умеет ходить по ровной поверхности и лестнице, распознавать с помощью видеокамеры окружения, в том числе движущиеся объекты, определяя до них дистанцию и направление их перемещения, реагировать на голос и жесты. Asima слышит, когда к нему обращаются, поворачивает голову говорящему и навсегда запоминает его имя и лицо. Кроме того, робот может внимательно слушать сразу трех собеседников, с 80% точностью отделяя их речь от посторонних шумов, благодаря системе распознавания звуком Hark. Благодаря аккуратности в передвижении и точности распознавания людей и объектов Asima мог бы сделать карьеру дворецкого, тем более, что умеет пользоваться интернетом и локальными сетями для общения с гостями и хозяевами дома. Возможно, так бы и было, если бы Honda не прекратила финансирование проекта. Да, Asima, игравшего в футбол с Обамы и выступавшего в телешоу и так мило танцующего, мы больше не увидим. Однако, разработчики обещают, что технологии распознавания и перемещений, отработанные на Asima, найдут применение и в других разработках компании. На четвертом месте у нас не один робот, а целое семейство роботов-животных от немецкой компании FESTA. Из семейства уникальных по своей конструкции роботов очень трудно выбрать одного фаворита. Разработчики бионических проектов FESTA заявляют, что они не просто копируют с высокой точностью живые организмы, но и учатся у них, чтобы дать своим роботам возможность свободно передвигаться в совершенно разных условиях и с совершенно разными целями. Например, робот-паук, умеющий кувыркаться, никогда не застрян в песке и может развивать приличную скорость. Он одинаково успешно может работать на поверхности Марса или на дне океана. Только представьте, робот-летучая мышь, передвигающаяся бесшумно, способная быть, например, разведчиком или просто наблюдателем. Робот-скат, которого трудно отличить от настоящего, если не видеть логотип на боку. Легкая стрекоза с четырьмя крыльями и муравьи, которые не просто внешне похожи на этих насекомых, но и ведут себя подобно своим биологическим прототипам, предпочитая действовать не отдельно, а слаженной командой. Третье место – это японский робот-аватар Meltant Alpha. Это концептуальная модель, которую сами создатели назвали другим телом для каждого. Уникальность робота в том, что его руки не только того же веса и размера, что и у человека. Инженеры воссоздали само анатомическое строение, сымитировав мышцы, сухожилия и добившись не только точного воспроизведения самых сложных движений кисти и пальцев, но и самой высокой в мире скорости этого воспроизведения – 0,02 секунды. В итоге робот обладает той же скоростью, гибкостью и точностью, что и руки человека. Кроме того, в пальцы Meltant Alpha встроены датчики давления, передающие оператору ощущения при взаимодействии с объектом. Это позволяет роботу регулировать силу наживания и хвата, чтобы поднять канистру с водой или аккуратно взять яйцо, не разбив его. Еще один плюс робота в том, что он включает в себя также функцию телеприсутствия. Надевая шлем виртуальной реальности, оператор может видеть все, что окружает робота и выполнять любые манипуляции руками. Сфера применения робота обширна – от туризма и развлечений до спасательных работ и действий в зоне повышенной опасности. А на втором месте робот, которого, пожалуй, знает весь мир. Гражданка Саудовской Аравии, телезвезда и модель София. На самом деле, с Софией все обстоит не так просто. Аниматронный робот был широко разрекламирован в прессе как самый совершенный искусственный интеллект в мире – будущий робототехник. Однако, глава лаборатории искусственного интеллекта в Facebook Ян Ликун заявил, что София – всего лишь чат-бот в эффективной оболочке и пиар-ход Hanson Robotics – компания разработчика. Что все фразы, шутки и ответы робота были заранее записаны и заложены в нее создателями. Ликун и поддержали многие разработчики искусственного интеллекта, считающие такой глобальный обман просто над смешкой над серьезными учеными. Однако, прежде чем судить создателя Софии, надо понять его мотивы. Дэвид Хэнсон, основатель и генеральный директор Hanson Robotics, до того, как прийти в искусственный интеллект, работал у Уолт Дисней, как создатель роботизированных экспонатов для парков развлечений. Теперь же, по словам Хэнсона, он как раз и занимается изучением научных и эстетических эффектов восприятия людьми таких роботов, как София. Что же касается реальных возможностей робота, то по заявлениям разработчиков, София обладает функциями распознавания лица и голоса, обработки визуальных данных, а также, в зависимости от ситуации, может использовать простое воспроизведение готового сценария, чат-бот с доступом в интернет или искусственный интеллект. В последнем пункте многие эксперты сомневаются до сих пор. Но одно бесспорно, со своей насыщенной, публичной жизнью, красивым лицом с силиконовой кожей, способным передавать до ста эмоций, София привлекла больше внимания к области искусственного интеллекта, чем кто-либо или что-либо до нее. Если рассматривать ее как мечту о совершенных роботах будущего, то почему бы и нет? И на первом месте Атлас. Самый динамичный гуманоидный робот в мире. Сегодня робот обладает самой совершенной системой слаженной координации движения рук, туловища и ног. Чтобы добиться такого результата, многие элементы конструкции инженерам от Boston Dynamics пришлось разрабатывать самостоятельно, изобретая не только их конструкцию, но и подбирать способ производства. Так, многие сложные элементы получились достаточно компактными и легкими за счет создания на 3D принтере. В итоге, Атлас при росте в полтора метра весит всего 75 килограмм, что очень мало для робота. Стереозрение, дальномеры и другие датчики позволяют роботу манипулировать объектами и передвигаться по пересеченной местности. Атлас сохраняет равновесие, если его толкнуть или он оступится, а также сам поднимается в случае падения. При этом управление роботом производится простым джойстиком, с которого можно задать направление движения Атласа. С остальным робот разбирается с помощью собственного искусственного интеллекта. Однако, надо признать, что практической пользы от робота пока что нет никакой. Разработчики оправдывают это тем, что и не стремятся найти роботу применения, занимаясь только изучением его возможностей. А теперь, как мы и обещали, бонус. Лучшие робототехнические проекты России. Если вам интересна эта тема, так же, как и тема роботов-животных, пишите в комментариях, мы обязательно снимем про них отдельный выпуск. Лучший гомоноидный робот-аватар в нашей стране. Робот Федор. Разработка, НПО, андроидная техника постоянно совершенствуется. Но и сейчас робот уже может многое, что недоступно большинству его собратьев. Федор ездит на автомобиле, с высокой точностью работает со сложными инструментами, проходит полосу препятствий, открывает дверь ключом и умеет пользоваться огнетушителем. И, конечно, мы не могли не упомянуть пермского робота-промобот. Еще одно чудо техника российского производства. Может, он и выглядит не так впечатляюще, как Atlas от Boston Dynamics. Но, в отличие от последнего, он уже давно нашел себе применение и активно закупается разными странами мира. А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Александр Байкин. И я желаю вам свежих идей и новых решений. И помните, вы в силах изменить будущее.